Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели Да, программа Добро пожаловаться, можно смело задавать ваши вопросы, насущные В прошлой программе было очень много звонков И всевозможных посланий на номер 2306191 Пишите нам смски, задавайте вопросы Или звоните в прямой эфир 67212-939-67213-939 Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартиры И председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко в нашей студии Добрый день, доброе утро Доброе утро Ну что, начнем тогда, наверное, с темы, которая многих волнует Техническое состояние домов Насколько оно удовлетворительное Насколько здесь могут быть какие-то сюрпризы для собственников жилья Ну здесь я бы хотел сказать, что спасибо Госконтролю Который вдруг внезапно обнаружил, что надзор и обслуживание техническое Обслуживание многоквартирного жилого фонда не находится на надлежащем уровне И вдруг все закрутилось, по крайней мере, в прессе Сейчас этому посвящено очень много внимания Но, к сожалению, и там начинают делать из этого вопроса некие страшилки Вот дома завтра рухнут, особенно дома серийные массовые постройки завтра рухнут Теперь недавно появилась статья о том, что все ужасно с электропроводкой И все очень нехорошо в этом плане И я боюсь, что будут нагнетать и дальше вопрос Но я бы здесь немножко хотел бы, не умаляя важности этого вопроса Немного погасить вот такой вот временный ажиотаж На самом деле все работает на сегодняшний день Все более-менее держится нормально Более того, что и предполагалось, поскольку до этого года Все рассуждения о ненадежности силовых конструкций жилого фонда Были основаны на рассуждениях и предположениях В этом году Министерство экономики профинансировало и провело мониторинг углубленный Выяснилось, что дома самых массовых серий В общем-то не представляют никакой угрозы И нету особых признаков того, что они должны разрушиться в ближайшее время Да, эти дома требуют повышенного внимания, как и любая вещь Я бы сразу сказал, если вы хотите, чтобы любая вещь вам прослужила долго И была надежной в эксплуатации и удобной Для этого нужно соблюдать и правила инструкции завода-изготовителя И правила эксплуатации, и правила безопасности То же самое в отношении жилого фонда Но ведь наверняка здесь все упирается в волю и желание жильцов Потому что большинство людей, может быть, живет как-то с психологией еще советских времен Когда человек жил себе и жил То есть если что-то ломалось, что-то выходило из строя Он знал, что это забота не его, а об этом позаботится государство Но в психологии советских времен это было очень обосновано Потому что жилой фонд принадлежал государству или самоуправлению в последние годы И он эксплуатировался и содержался самоуправлением, а население арендовало это жилье Тогда это было обосновано Ты должен был, ты понимал, что Или по крайней мере тебе соответствующие властные структуры декларировали Что это жилье не твое Ты платишь за его содержание в виде арендной платы Мы о нем заботимся И в случае выхода его из строя мы позаботимся о тебе дальше Что поменялось с 1991 года Первое, что это жилье стало в 1995 году, это жилье стало твоим И таким образом государство полностью переложило ответственность за состояние жилья На плечи того, кто принял эту собственность Это первое А второе, что с этого момента это не вопрос государства Где ты будешь жить, если твое жилье придет в негодность Все, это больше не вопрос никакой властной структуры Или это самоуправление, если я правильно применяю эти понятия власти Это не государство, это ничей вопрос Это твой вопрос У тебя есть собственность, ты можешь ее содержать в надлежащем порядке Ты можешь ее снести, на этом месте построить что-нибудь другое Если тебе земля принадлежит и так далее Но никакое государство за тебя эти вопросы решать не будет Другая ведь проблема Здесь очень ясен вопрос, когда мы говорим, ну не знаю, о загородном коттедже Ну какой-то вот дом, который действительно построен на свои деньги Человек понимает, это его собственность Вот все, все коммуникации, все, ну условно говоря, чтобы этот дом не обрушился Не пришел в негодность Он осознает, что это его, целиком его ответственность Когда собственников много, вот говорят у семи нянек, дитя без глаза Начинается вопрос, а почему меня это должно волновать больше всех Или, например, я получаю меньше всех в этом доме А условно говоря, вот пусть богатенькие там буратино из 13-й квартиры И платят за все, они с жиру бесятся Ну а эта психология имеет место быть Более того, человеку свойственно искать виноватого в первую очередь И как правило, виноватый это кто? Это обслуживающая организация, это государство, которое выдвигает требования Это обслуживающая организация, которая типа деньги получает, а ничего не делает Хотя никто не считает зачастую, какие деньги получает и что на них делается И так далее Это очень, это такая, ну я думаю, что от части такого настроения мы никогда не избавимся Скорее всего это вопрос сущности человеческой натуры Что сначала попытаться переложить на другого, а потом уже вынужден будешь делать Это первое Второе, что я хотел бы сказать, что у нас слишком в профессиональных вопросах вдруг появляется Святая вера в такую идеальную демократию Что если дать в руки народу демократический закон Вот мы даем вам право решать, ремонтировать крышу или нет То есть при приобретении этого права решения, то сразу все бросятся решать в правильном направлении Ничего подобного Сколько в одном доме собственников квартир, столько взглядов на крышу Они меняются, причем радикально, от этажа к этажу Тут не надо скрывать, что тем ниже, тем меньше проблем И вообще на первом этаже какие вопросы, давайте утеплять подвал Что там чердак или крыша Поэтому на самом деле здесь я думаю, что пора снимать вот такие какие-то розовые очки И менять процедуру принятия решения и вводить обязательные регламенты В первую очередь сегодня сказано, что обязан собственник квартир на такого перечня обязательных работ Которые не надо обсуждать с собственниками Таких нет Сегодня любой чих ты должен по идее обсуждать с собственниками Выносить на процедуру демократического голосования Во-первых, очень затратно, во-вторых, очень долго В-третьих, непредсказуем Потому что собственник, он на то и есть собственник Если нет обязывающего документа То и вряд ли он всегда будет подчиняться каким-то рекомендациям Либо голосованиям Ну давайте возьмем в качестве примера тот же автомобиль Ну уберите сегодня обязательные требования С декабря по март ездить на зимние резины Много народа Найдется сразу громадное количество умников А сегодня тепло А вообще летние резины А там дальше и на лысой резине езжу Лучше чем мы Там найдется сразу тысяча вариантов То же самое это может касаться и термозов и так далее Хотя все прекрасно понимают Что машина на лысой резине, несоответствующаяся зону С плохим рулевым управлением и тормозами Это нечто крайне опасное Но в отношении автомобильного транспорта Мы разработали очень строгие регламенты Есть технические инспекции и так далее И мы с охотой платим техническим инспекциям Чтобы они сказали, что нам нужно сделать в этой машине В области эксплуатации жилого фонда все не так Есть обязанность управляющей компании осмотреть Есть технические эксперты, которые дефинируют проблемы Определяют проблемы И после этого есть демократическое общество Которое говорит Ладно Сойдет и так Ничего тут из нас деньги вышибать Это такая ситуация достаточно критическая Я бы сказал На сегодняшний день тоже Вот уже подняли вопрос по поводу состояния электропроводки Ну да, мы можем сейчас принять звонок Здравствуйте, пожалуйста Доброе утро Здравствуйте Да Здравствуйте Добрый день Добрый день Я никогда не верил и точно знаю, что конструкции советских домов серийных Они с большим запасом надежности строились И они еще простоят не одну сотню лет Но электропроводка, конечно, там вся алюминиевая Желательно ее на медную, конечно, все это Ну вопрос такой Вот есть 100-летние дома в центре лиги Ульмановские В которых деревянные перекрытия И от проводки, от изоляции Одна труха осталась Вот что-то про нее ничего не говорят И ни одного дома еще не снесли пока Спасибо Спасибо Ну на самом деле Не важно какого года постройка На самом деле Есть нормативный документ Который требует, чтобы Раз, по-моему, в 6 лет, если я не ошибаюсь По крайней мере, раньше было в 6 лет Сейчас, может быть, в 6 или в 10 лет Чтобы замерялось состояние изоляции электропроводки В любом здании Есть специальные инструментальные методы При помощи которых можно замерить состояние электропроводки Есть требования к тому, чтобы были проверены состояния всех контактных групп То есть они излучают, они дополнительное тепло сверхнорматива или нет Если там плотные соединения и так далее Вопрос замены алюминиевых проводов на медные Он не столь Здесь не столь существенный материал Хотя это тоже имеет Играет рождь Сколько нагрузка На самом деле мы, когда обсуждаем электропроводку Мы все забываем, что Энерго Вооруженность квартиры, если так можно сказать В 1978 году, когда максимумом было утюг и пыль Телевизор и пылесос Холодильник был все равно маломощный И что там еще было в квартире На сегодняшний день все существенно поменялось Я уже неоднократно говорил Это и утюг, это и телевизор И то не один даже Это и компьютеры, это и утюги, это и стиралки Электрочайники Электрочайники, это кондиционеры Это посудомоечные машины И еще можно там перечислить Рад каких-то приборов, которые у вас стоят И все это вместе На такую мощность не рассчитана проводка Уже не важно, алюминиевая или медная была в доме Она уже просто не рассчитана Поэтому Что надо Об этом мы тоже неоднократно говорили На сегодняшний день проверяется состояние электропроводки Состояние изоляции контактных групп Не только в помещениях общего пользования Что я надеюсь мои коллеги делают и выполняют Но также и в квартирах И по сути там нужно менять электропроводку О чем вот сейчас в прессе заговорили Надо менять электропроводку с тем Чтобы она была способна выдержать пиковые нагрузки При таком большом количестве электроприборов И мощных электроприборов, которые находятся у нас в квартирах Но, к сожалению, я боюсь, что это тоже будет сделано Но на самом деле Я только единственное касательно электропроводки Хочу обратить внимание радиослушателей На то, что если у вас нет акта проверки электропроводки Внутри вашей квартиры То в некоторых случаях пожара Страховка, скорее всего, не сработает А как можно этот акт Есть организации Можно через домоуправление Есть организации Это должны быть сертифицированные специалисты С определенными Ну, аттестованными приборами Или электроизмерительными приборами Чисто формально это выглядит так Отключаются все потребители внутри квартиры Отключается от сети И дается повышенное напряжение И смотрится Ну, и определяется Можно пробить электропроводку или нет То есть, изоляция электропроводки достаточна Ну, или качественна, или нет Это первое Второе Потом подключаются все потребители И просматриваются контактные группы в разрядках В коробках соединений и так далее Нет ли нагрева проводов При максимальных нагрузках А если вдруг выявляются проблемы То что тогда? Ремонт Ну, ремонт Потому что на самом деле Несоответствие электропроводки Неспособность ее выдерживать максимальные нагрузки Это прямой путь к пожару Во-первых, если это алюминиевая проводка То сразу к резкому старению алюминия То есть, она начинает быстро терять свои свойства При повышенных нагрузках Во-вторых, это сразу воздействие на изоляцию Тоже нагрев проводов Это тоже не лучшим образом действует Изоляция У нас есть звонок Здравствуйте, пожалуйста Здравствуйте Добрый день Ну, господин Сидорко всегда очень красиво говорит Но я хочу внести некоторые уточнения По поводу электрических проводок Во-первых, надо сказать так Что в советское время Расчет мощности на стандартную квартиру Двухкомнатную Исходил из расчета 1,3 киловатта Ну, в этом вопросе вы правы Что сейчас появилось много мощной техники При которой эта электропроводка не выдерживает Но есть некоторые квартиры В которых сама электропроводка Даже алюминиевая, да Она находится в идеальном состоянии А получается, вы как бы немножко запугиваете Мород уже начал, извиняюсь за выражение, шугаться Не надо огульно говорить Что надо практически менять всем Во-первых, ну, вы не упомянули Что это стоит некоторых денег Ну, сейчас вот мы к этому подойдем Да, да, да Да, а потом, ну, представьте себе Что люди за это время делали какие-то ремонты А для того, чтобы заменить электропроводку На современные кабели и провода Это практически, условно говоря Капитальный ремонт квартиры Это все скрывает А можно вам вопрос? Да, пожалуйста Если люди сделали красивый ремонт, капитальный При этом не поменяли проводку А она не соответствует Что вы тогда этим людям порекомендуете? А она не соответствует той нагрузке Которую они поставили в своей шикарной квартире Ну, а уже зашито Кафель стоит Плитки блестят Ваш совет Ну, давайте Нет, давайте, вот давайте конкретно Вы же конкретно говорите, что я кого-то пугаю Ну, что вы в этом случае предлагаете? Оставить как есть? В 90% случаев В 90% случаев, когда люди делают капитальный ремонт квартиры Проводку всегда меняют А если не сделали? Вы же говорите, что я пугаю Вы же говорите, что я накручу Вот не сделали, что дальше? Давайте пожалеем их Или как? Нет, ну, я вам могу сказать, да Что нет четкого определения Да, будем говорить так Вот ко мне уже обращаются люди Да, я занимаюсь электричеством Ко мне уже обращаются люди У которых сделан капитальный ремонт И у которых уже проложена новая проводка Что нам делать? Получается так Да, ну, формально, согласно постановлению У них в квартире тоже надо провести все эти замеры Не только формально Но я прошу прощения Если вы профессионально занимаетесь То при замене электропроводки Во-первых, это должно быть зарегистрировано в Бувалде Во-вторых, это должно быть предъявлен в Бувалде Акт сдачи в эксплуатацию Что означает производство этих замеров Но как вы профессионал предлагаете так Я запустил человека Пускай у него там 35 или 150 каких-то там регалий электрика Он ставит электрооборудование Не проверяет качество монтажа И уходит, и мы все пляшим и поем Но вот для меня это звучит так Если мы меняем проводку в квартире То мы обязаны сделать после монтажа И это всеми нормативами электрическими предусматривается Сделать проверку за меры контактов Потому что просто может человек по недоразумению Не дотянуть контакт и уйти А новая проводка Ну вот теперь мне скажите Нет, проверку делать не надо Нет, я не говорю Но вы же прекрасно понимаете Что в большинстве случаев люди Которые делали капитальные ремонты Проложили новые кабели и провода Они не делают этот документ В большинстве случаев Но это их вина Вот мы как раз и призываем Но подождите Это их вина Это вина тех, кто им делал Потому что я сталкиваюсь Извините, пожалуйста Я сталкиваюсь Сейчас приходят коллеги поконсультироваться Вот мы сделали смету На замену электропроводки в доме Но на общей коммуникации Я спрашиваю А где в смете заложены замеры? А зачем? А зачем? И исполнитель работы Которого все сертификаты Стоит и хлопает глазами Почему он не заложил? Это копеечные деньги на дом Это копеечные Понимаете? Это зависит от работников Мы с напарником Когда делаем Так, все, давайте рекламой Не заниматься будем Я уважаю вашу работу На самом деле я хочу сказать Что я не призывал Не нагнетая обстановку Во-первых Во-вторых Не так все радужно Как хочет представить Наши уважаемые радиослушатели А вообще Есть очень хорошая вещь Если ты хочешь быть уверенным Открой нормативный документ Вашу квартиру Раз в 6 лет Надо замерять Это недорогая операция Она будет стоить Ну несколько десятков евро И сделайте проверку Один раз в 6 лет полагается Ну и в 10 лет Но вы хотя бы раз проверьте Что у вас творится в квартире Как можно жить На слепой уверенности Ведь по факту Это Вот Ну опять По аналогии с автомобилем Езжу пока он не вылетит В кювет Да При этом я рискую И своей жизни Жизни соседей Жизни своей семьи И говорю Что ну нет Ну вот люди не сделали Ну нету этому оправдания Ведь когда дойдет До разбирательства Никакого оправдания Ни у кого не будет Нагнетать я не хочу Но на самом деле Я жил в разных домах И в одном из домов Вообще у меня была Такая электропроводка Алюминиевая Которую нельзя было Вообще Ну вот если что-то Отсоединялось То подсоединить нельзя Этот провод просто крошился От легкого прикосновения Пальцами Поэтому состояние разное Что такое хорошее Или плохое состояние Это вопрос философский Есть нормативы Которые требуют Чтобы изоляция была Не менее чем То есть сопротивление Изоляции И температура на контактах Не более чем Эти вещи Которые объективно меряются После этого можно садиться И говорить Все хорошо Или что-то надо менять Но лучше Но лучше для безопасности Один раз проверить Чем десятки раз После этого Что-то предпринимать Я вижу Что у нас есть звонки Но давайте Примем один звонок После чего Уйдем на рекламу А потом продолжим Здравствуйте Здравствуйте Господин Федор Значит Проповедует То что надо Буфал Все проверять И фиксировать Вы знаете Я вам скажу Были советские законы Законы строительства В котором Без подписи хозяина Ничего не делали Сейчас сделали так Что хозяин Является Денежным мешком Который только Дают деньги И товарищ Федоркин Наверное не знает О том Что сейчас Дома находятся В таком страшном состоянии Что надо их Ремонтировать А ремонтировать Надо за счет Жильцов А у жильцов Денег нету И вот Где эти деньги Взять Вот эти 100 200 300 400 И вот этих Вот пиелок Так называемых Бугнадзоров Сидоркиных И так далее И так далее Давайте переходить Во-первых На личное Вопрос понял Спасибо большое Спасибо Да Мы поняли Но наверное Ответим уже на него Мы сразу После небольшой Рекламной паузы Продолжается программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества Центра консультации Собственников квартиры Председатель кооператива Бака-2 Сергей Сидорко В нашей студии Я постараюсь Переформулировать Вопрос нашего слушателя То есть Я понимаю Что его Больше всего Вот возмущает Такой момент Что Да Понятно Что нужно все проверять Нужно ремонтировать Дома постепенно Приходят в негодность Нужно Заниматься Думать об этом Но Большинство людей Вот Живет от зарплаты До зарплаты В принципе Вот сейчас Все говорят Что еще и Экономический кризис Надвигается Люди боятся Тратить деньги Если у кого-то Даже есть накопление Вот что делать В этой ситуации То есть Получается Что у людей Нет денег С одной стороны Вот Ну чтобы Свой жилищный фонд Поддерживать На должном уровне И он постепенно Приходит В негодность И вот эта ситуация Тупиковая Потому что Как ее решить Непонятно Ну это вопрос социальный Это не вопрос К дому управления Это вопрос социальный Потому что на самом деле Во-первых Я хочу сказать Что когда мне говорят Что нету денег Я с большим Сочувствием отношусь С этим ситуациями Они бывают Но они крайне редки Реальные ситуации Когда нету денег Они крайне редки Потому что Мы как-то Все время забываем Что мы говорим О собственности И если у конкретного Человека нету денег То как правило У него есть куча Родственников Которые надеются Заполучить Потом эту квартиру Давайте будем говорить Откровенно так О грустном Это первое Второе Если у человека Нету денег Реально И он бьется За свое Выживание То Насколько я в курсе Город Вига Оказывает очень широкую Программу социальной помощи Тем У кого реально По критериям Нету денег У каждого критерия Нету денег Это у каждого Свой критерий Это первый Ответ Но в принципе Наверное Есть люди Которые Или не способны Осознать Что они живут В собственности Или не готовы Вообще Содержать Свою собственность Но это вопрос Уже Городским властям Может быть Стоило бы Создавать Такие дешевенькие Арендные дома Куда бы этих людей Постепенно перемещать Ну вот это может быть Было бы Но это опять таки Вопрос не К эксплуатации домов Это вопрос Государственной политики Жилья Это вопрос Городской политики Жилья Но я еще раз повторяю Город опять таки Строит социальные дома Туда и попадают Люди Которые с малыми доходами Но если Вот с другой стороны Вот мы говорим Про эту политику Социального жилья Не получается ли так Что вот Закрывая глаза На вот эту проблему Что действительно Часть Жителей Не имеет возможности Вкладывать Деньги В вот это обустройство Жилого фонда Мы просто идем Ну действительно Вот Какой-то социальной Катастрофе Когда Рано или поздно Произойдет Этот какой-то Ну взрыв Потому что Уже сейчас Понятно что Для Ну делится Вот в доме Есть часть людей Которые не хотят Платить деньги У нас нет денег И есть люди Которые просто говорят А почему я должен Платить за него Для того чтобы Наш дом Не рухнул Вы знаете Мне неудобно Об этом говорить Но у меня на приеме Недавно был Один собственник В возрасте С маленькой пенсии Который меня Часа полтора Отчитывал За то что Она не может Содержать квартиру 70 квадратных метров Живя в ней одна Ну не может Но я понимаю Что при такой пенсии Какая у нее есть Содержание такой квартиры Это непосильная ноша Ну У меня другой вопрос А при чем Здесь домоуправление При всей жесткости Постановки вопросов Таких людей Достаточно много Второе Вот Не в обиду А звонившим Как правило Те которые звонят С этими вопросами Они не являются Людьми состиненными Материальными Такими вот Ужасными состояниями Они болеют за других Которых они может быть Даже и не знают Часто с этим сталкиваются Но на самом деле Я хотел бы уйти здесь И выступить Как достаточно такой Жесткий администратор Не наши Это проблема Наша проблема Проблема собственников Квартир в том Чтобы их собственность Содержалась Надлежащим порядком Была своевременно Отремонтировала И могла прослужить Как можно дольше Представлять ценность Как можно больше Это наша Как собственник Наша общая задача Да есть частный случай Да они есть Но каким образом Это решать Это вопрос Непрофессионального Управления домами Я бы так ответил Так что извините При всем сочувствии Ко всем Кто не может Что-то себе позволить Ну вот даже Скажем вопрос Который Ну да С его квартирой Начнется пожар Потому что у него Что-то не в порядке С электропроводкой Является ли это Виноватостью Опять-таки Наша демократия Еще долго будет Обсуждать А потом Каким образом Его заставить У меня такой вопрос Но я могу Мы своих жителей Оповестили Что вот Организовали Такую возможность Оповестили Что вам надо Это сделать Моя компетенция На этом кончается Дальше Добрая воля Каждого Каждый скажет Ну Как скажет И Виноват ли он Потому что Он не учел То что Необходимо Сделать Ну я не знаю Ну вот кстати Слушательница Ирина Пишет Что значит 125 домов В Риге Признаны Аварийными Но эти дома Дали приватизировать Я считаю Что людей Обманули Не надо было Давать Приватизировать Квартиры В этом случае Ну видите Обманули Обманули Мы все Обманулись Давайте говорить Прямо Что весь процесс Приватизации Жилья Это было Не какое-то Благо Это было Просто Перекладывание Акт Я бы сказал Чуть по-другому Это был Акт На котором Государство И самоуправление Подписало Что они Не способны Больше заниматься Жилым фондом Это не их задача И идите вы В свободное плавание Не перекладывание А отказ Вообще Органов Опять-таки Соответствующих Общественных И государственных Органов От вообще Заботи о жилье То есть Все в нашей Если в политике Допустим Социалистического Государства Жилье стояло Как элемент Государственной политики На сегодняшний день Жилье Это вопрос Частного лица Все Это не вопрос Государства Не вопрос Приоритетов Не вопрос Вообще Рассмотрения Вот та же самая Ирина пишет Обслуживающая компания Должна была Своевременно Начать ремонтировать Эти дома И собрать Деньги На ремонт Ну Я не знаю Я не знаю Как это Скажем На сегодняшний день Если мы берем С середины Прошлого года Да реально Потому что Если дом Не приватизирован В случае Если дом Не до конца Приватизирован То обслуживающей Компании Есть право Взять И составить план Выставить счет И если дом Отказывается То просто Выгнать дом Из своего Обслуживания Ну так Очень грубо говоря То есть Отказаться Обслужить этот дом Потому что Управляющая компания Не приватизированная Которая управляет Не приватизированными домами Ей появилась возможность Либо мы приводим Ваш дом в порядок Поставить вопрос Либо вы уходите На вольные хлеба И делаете Со своим домом Все что вы хотите Находите себе Такого управляющего Которого не будет О вас заботиться И так далее Но на самом деле Это тонкий вопрос Опять таки Аварийная ситуация Какие-то 125 домов Признаны аварийными Почему еще там люди живут Если они признаны аварийными Это тоже интересный вопрос Там есть вопросы Но на самом деле Давайте мы будем говорить Основная масса Жилого фонда Находится в нормальном состоянии В удовлетворительном Техническом состоянии Его нужно сейчас Улучшать И сохранять Вот и все Принимаем ваши звонки Здравствуйте Пожалуйста В эфире Болтком Спасибо что хоть иногда Принимаете У меня вопрос Господину Сидорко Да Ну во первых Я себя не рекламировал И у меня к нему вопрос Вот какой В курсе ли Господин Сидорко Что страховые агентства Страхуют имущество Квартиры и частные дома И выплачивают По страховому случаю Страховое возмещение При отсутствии Вот актов О проверке Состояния Электропроводки Только что Получил информацию Значит При страховании Не спрашивают Эти акты И при выплате Тоже не имеет значения Была проверка Или не была Наступил страховой случай Определили Деньги выплатили В курсе Господин Сидорко Этого или нет Что страховщики Не требуют Я рад за вас И рад за вашего клиента Но я знаю другое При разговоре с председателем С главой союза страховщиков Я спросил Почему не Страхуются крыши Если вы в курсе То крыши Обычно протечки с крыши Не страхуются На что Уважаемый глава ассоциации Сказал А маленькими буквами Написано Что по страховке Не попадаются Те случаи Где были нарушения Требований нормативных актов Поэтому если не просят Хорошо Но что это доказывает Это доказывает Что не надо делать Или Или вы скажете Что вот надо Делать Тогда когда Попросят Я не понимаю Такой позиции Тем более Со стороны технического Человека Потому что На самом деле Есть нормативные Требования Они совершенно Технически Обоснованы Что проверять Электропроводство Сопротивление Электропроводки Температуру Контактов Надо Периодичность Тоже достаточно Такая Лояльная Я бы сказал Что в этом Плохого И что вот сейчас Вы хотите мне доказать Я не очень понимаю Ну выплатили Хорошо У меня было Масса случаев Когда Некомпетентность Страховщиков Вообще удивляла Ну и что Мы будем на этом жить Ну давайте Спорить не хочется На эту тему 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Программа Добро пожаловаться Председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко В нашей студии Вот мы разбираем Действительно Мне кажется Ну достаточно Сложную ситуацию Поскольку Большинство Ведь людей Все равно Мне кажется Не готово Осознать Что государство Абсолютно Не хочет о них Заботиться И что Вся Ответственность За судьбу Их жилья Лежит на их Плечах И вот наверное Действительно В том что Этих собственников Много И они не могут Между собой договориться Это одна из главных Проблем Потому что Когда у дома Есть один хозяин Тогда понятно То есть Ему легче Принять решение Чем Наверное В каждом доме Есть Свои Заводилы Есть люди Которые Категорически Отказываются В чем-то Участвовать И вот Как бы Посередине Такая инертная Масса Которую Очень тяжело Раскачать Кто-то Уехал Кто-то Занят Своими делами Не хочет Вообще Вникать Во все Эти Моменты Даже Когда Объявляются Общие Собрания Жильцов Не приходят На эти Собрания Как правило Треть Наверное По статистике В нашем доме Например Треть Где-то Жильцов Приходит И это Очень хорошо На собрании Я с вами Соглашусь Что это Очень хорошо 5-10% 20% Это Потолок На самом деле Там очень много Факторов Почему люди Не Идут На собрание Почему они Не принимают Решения Но Вопрос Заключается В чуть-другом Значит Государство Совершенно четко Я бы не сказал Что оно не заботится Оно не Обеспечивает Материальное Содержание Жилых домов Есть у нас Соответствующие Департаменты Готовятся Нормативные документы Мы можем их ругать Мы можем их Там Радоваться Тому что Ну постепенно Вопрос регулирования Есть В чем могло бы Государство Сильно помочь Я бы сказал Так Это Разработки Типовых требований И решения По ремонтным работам Есть масса вопросов По той же Электропроводке Если мы ее зацепили А как ее сейчас Менять На что По каким стандартам Здесь Есть открытые вопросы То же самое Мы на сегодняшний день Начинаем менять Скажем Стальные трубы Водоснабжения На пластмассовые Конвенционные Чугунные трубы На пластмассовые Есть целый Талмуд Правил пожарной Безопасности Каким должно быть Сопротивление На огнестойкость Этих конструкций В случае пожара Там между Как обеспечить Необходимую Огнестойкость Межэтажных Перекрытий Все Есть куча Материалов Есть Куча технических Решений Но как сделать Правильно Этот узел На сегодняшний день Такого типового Технического решения Нет К сожалению Даже обратиться Никуда Идешь к пожарникам Да, но если ты применишь Этот материал Я говорю У меня не одна труба У меня связка труб Как в этом случае Правильно Вот Связать все это Все Вопрос закрывается Поэтому есть То же самое Что сейчас Будет тот же самый Вопрос Что поднимаешь Некоторые типовые Конструкции Крыши Они Вызывают Ну уже опасения И это логично Их износ Уже приближается К тому моменту Когда надо будет Ремонтировать Здесь тоже должны быть Какие-то типовые Типовые решения Которые желательно Чтобы взял на себя Государство Именно разработка И решение Сказал Что вот да Вот именно Такое решение Оно надежное А не так Что мы сейчас Каждый фантазируем В свою сторону Точно так же Я бы сказал Что по тепловому Хозяйству Оно требует Глубокой модернизации Тепловое хозяйство Домов Построенное В советское время Оно неплохое Нехорошее Оно было построено Для того времени На сегодняшний день Все то что у нас Творится с батареями То что у нас творится Со стойкой Системой отопления Это все С точки зрения Скажем эксплуатационщика Тихий ужас Потому что Неэффективно Нерационально Мы говорим Что у нас Мы вот Криком кричим Что у нас нету денег При этом мы Перетапливаем Как минимум 25-30 процентов На раз Просто идет Перетоп Из-за того Что у нас Мы вмешались В самовольную Систему отопления Или с разрешения Домоуправления Доходят с разрешения Бувалды Но это было сделано Не по единому проекту То что прибор У нас Отопление Совершенно Разнобой Стоит Подключение Разнобой Баланса Между стояками Нет Но я могу Перечитать Эту беду До бесконечности При этом Мы просто Перетапливаем И серьезнейшие Деньги Тратим Впустую При этом Кричим У нас нету денег Следующий вопрос Это вот сейчас Такой надуманный Тоже на мой взгляд Достаточно Надуманный вопрос Борьба с легионелой Вдруг все Возбудились Что есть легионела Она была Есть и будет Кстати говоря Я не буду Сейчас технически Обсуждать Но вот Издали норматив О том Что давайте Поднимать температуру Горячей воды До 55 градусов До этого В моем кооперативе Мы держали Где-то 52 Градуса Плюс Когда не было Водопотребления Большого Горячей воды То снижали До 46 48 градусов И Прекрасненько Люди себя чувствовали Не было никаких проблем Не было никаких Претензий По водоснабжению Сейчас мы подняли До 55 градусов Кооператив В целом Стал платить На 100 тысяч евро В год больше Измерения И лабораторные Все Проверки Показали На Салмана И Легионелла Это никак не повлияло Как она вот В тех каких объемах В тех местах Где она жила Там она и живет Потому что это Повышение температуры Но это такая Бессильная реакция На то что Вот что-то надо делать Вот что-то сделали Сотня тысяч В год вылетело Вот так в трубу Грубо говоря А толку Ноль И Ничего не решено И мы говорим Что у нас денег нет Еще один вопрос Здравствуйте Добрый Добрый день Добрый Господин Сидорко Вот Скажите пожалуйста Если Менять Стояки Холодного Водоснабжения И канализации То Обязательно ли Скрывать Зашитые они То есть В квартирах Потому что Я слышала Что Можно Подобраться К ним С лестничной площадки И скрывать Стенку Ну Ту которая Выходит на лестницу Спасибо Ну Наверное Можно Есть такие Конструктивы Это все зависит От конкретного Конструктива Не знаю Везде Ли можно Есть какие-то Отдельные Серии Домов Где можно Подобраться Но это все равно Вскрыть Это первое Второе У меня только вопрос Вскрыли Потом закрыли Потому что Если мы вскрываем Капитальную Бетонную стенку Которую отделяет Вашу квартиру То наверное Ее так же Надежно Нужно заделать Потому что За этой стенкой Будут трубы В шахте А после шахт Будет ваш ригипс То есть Дальше Проникновение В квартиру Будет очень облегчено Поэтому я На самом деле Предложил бы вам Так Во-первых Если меняются трубы Уже смириться с тем Что вам Вашу красоту Которую вы Ну По незнанию Или по невнимательности Построили там Где ее не должно быть Вам придется С нее Каким-то образом Сносить Дать Возможность Заменить трубы И помнить На будущее О том Что трубы Как и другие Элементы Это техническая вещь Которая может Всегда выйти из строя В любой момент Может или в соединении Труб нарушится что-то Или Если труба сплошная Она может лопнуть Или прокладка Может какая-нибудь В канализационной трубе Загнуться Либо засор пройти Поэтому на самом деле Ни в коем случае Коммуникации Нельзя зашивать так Чтобы потом было Мучительно больно Ломать эту зашивку Значит надо предусматривать Какие-то другие варианты Отделки этих мест Еще один вопрос Тут спрашивают Готовится новый закон О земле под домами Где правительство Предлагает 4% За аренду земли Под домом Можете ли вы прокомментировать? Ну предполагается Что будет Пересмотрена Вообще Там закон Готовится С двух позиций Первый Это каким-то образом Стимулировать Решение вопроса Уничтожения Раздельной собственности Чтобы все-таки Стимулировать Все стороны Избавиться От вопроса Раздельной собственности Поскольку Это неестественно Когда здание Принадлежит Одному Земля Другому А второе Направление Это каким-то образом Подготовиться К тому Что в 2021 Году Будет Открыто Будет Пересмотр В кадастре Наверняка Кадастровая стоимость Реско Возрастет В этом случае Возникает Вопрос Сумма Эта цифра Окажется Более красивой Но если Будет Пересмотр Кадастровой стоимости Не будет Особого режима Оценки В тех случаях Где есть Раздельная собственность То абсолютные платежи Возрастут Поэтому Радоваться Или плакать Надо смотреть От общего ситуации Снижение Процентной ставки Еще не означает Что будет Снижение Абсолютного платежа Еще один вопрос Пришел Вот нам Через смс Добрый день У нас Пятиэтажный Панельный дом Квартира Торцевая В квартире Появляется Плесень С ней жильцы Борются Своими силами В 2016 Подписали договор О реновации Дома Подписи Более 51% Кто должен Ремонтировать Стены Через которые Поступают В квартиры Влага И почему Так и не Началась Реновация Ну почему Не началась Реновация Это нужно Обратиться К той Организации Которая вас Обслуживает Или которая Вообще Организовывала Процесс Опроса По поводу Реновации Для того Чтобы что-то Ремонтировать Стены Да Торцевые Стены Это вообще Всеобщая проблема Поскольку Они Являются Таким Уязвимым Конструктивным Элементом Там Нет Достаточно Вентиляции Там Нет Достаточно Отопления Именно Вдоль Этой Стены Такой Тупик То Они Подвержены Впитыванию Влаги Пока Виток Влаги Не остановится Ничего Не случится Значит Для этого В этом Случае Частично Может Помочь Ремонт Швов На торцевой Стене Если Это Панельное Здание Но Не скажу Что до конца Поскольку Если Процесс Идет Давно Насыщение Влаги Там Уже И панель Вся Повреждена Кардинально Решается Вопрос Утепления Торцевой Там Не столько За счет Этого Утепления За счет Того Что Мы Надежно Предотвращаем Попадание Влаги В стену После Этого В течение Первого Года Эксплуатации Эта панель Высыхает Она Становится Сухой И тогда Можно Начинать Активную Борьбу Со Всеми Растительно Животным Миром Который На этих Влажных Поверхностях Находится То есть Там Фунгицидами Обработать И после Эта стена Будет Сухая И теплая Другого Пути Нет Другой Надежды Кто Должен Делать Внутри Это Должен Делать Собственник Квартиры Но После Того Как Это Будет Сделано Снаружи За счет Общих Денег Потому Что Торцевая Стена Это Общая Часть Имущества Дома То есть Хотя Бы В этом Отношении Собственник Квартир Может Быть Спокой Ну Опять Понимаете Я могу Сказать Так Мы В свое Время Начиная С 99 По 2002 Год Мы Во всем Кооперативе Во всех 27 Домах Приняли Решение И всем Утеплили Торцевые Стены Особой Экономии Тепла Мы не Почувствовали Но Качество Жизни В Торцевых Квартирах Сопряженных Торцевыми Стенами Резко Возросло И Это Не Помешало При Дальнейшем Пути Виноват Все Так Утеплить Две Стены Которые Критические Это Не так Дорого Как Утеплять Весь Домах Ну Что На самом деле И Время Наша Сегодняшняя Программа Уже Подошла К концу Я напомню Что В нашей Студии Вел Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартир И Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко Ваши Вопросы Вы можете Заранее Оставлять В комментариях 2 3 0 6 1 9 1 Присылать Ну Или У нас Появляются Анонсы На сайте MixNews ЛВ Можете Писать В комментариях Задавать Вопросы Спасибо Большое И до Следующего Понедельника Всего Доброго